Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы гадаем на работу. Какие перемены у вас в работе будут в ближайшие пару месяцев. Использовать мы будем Таро Гномов. Эта колода наиболее прекрасно отражает рабочую атмосферу, да? Или бизнес какие-то отношения, или рабочие отношения. У нас с вами будет 6 позиций. Сначала по одной карте, которую мы обязательно будем докладывать. И вопрос именно такой, какие перемены у вас в работе в ближайшие пару месяцев. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, а также на консультации по ясновидению и на ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Диагностика, сканирование целителями. Там есть все для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в свой Instagram. Там каждый день есть новые онлайн-гадания, психологические тесты, различные посты и юмор в сторис. Скучно вам точно не будет. Также у нас есть второй канал, он называется Alive. Это канал о нашей жизни. Ссылка есть в описании к каждому моему видео. Поэтому обязательно присоединяйтесь, поддержите наш новый канал, наше новое начинание. Нам очень нужны зрители, просмотры, лайки и подписчики. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Напоминаю, что расклад актуален в тот момент, когда вы его смотрите. Даже если он записан много лет назад. Поэтому не переживайте, если вы нашли это видео спустя пару лет после его записи. Оно для вас актуально именно сегодня, именно сейчас. Для тех, кто уже выбрал, мы начинаем. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. А потом переходите на свой тайм-код. Итак, для тех, кто выбрал первую позицию, какие перемены в работе. У вас будут в ближайшие пару месяцев. У нас вышла карта Паш Кубков. Карта показывает, что вы довольно привязаны к вашей работе, к вашей деятельности. И вот это слово любовь говорит о том, что то, что вы делаете, вы любите. А если вы это не любите, вы делать не будете. Вообще перемена идет в ближайшем будущем, в ближайшие пару месяцев в работе в ту сторону, чтобы радоваться своей работе, чтобы там был хороший эмоциональный фон. Да, эта карта не несет больших прибылей. Это правда. Но она несет хотя бы радость от своего труда. Какой-то творческий подъем, замечательные отношения в коллективе. И когда особенно коллектив к вам именно относится хорошо, а вы отвечаете вот так прям, протягивает свою чашу любви вам этот коллектив, эти окружающие рабочие, работники или ваши начальники могут относиться к вам очень хорошо. И вы радуетесь, вы сразу же таете. Более того, раз вам ваш труд будет нравиться, душа естественно от этого поет. Но вот вы как бы такой человек, вот этот Паш Кубков, он описывает такого человека, который, ну, если ему не нравится эта деятельность, он просто будет работать спустя рукава. Поэтому вам нужно помнить об этом, что в ближайшие пару месяцев старайтесь работать именно в том русле, где вам это все нравится делать. Если вы будете работать на нелюбимой работе, сразу же показывается вот этот нож, который у гнома есть в руке. То есть вы будете отлынивать, огрызаться, ну, буквально сердиться из-за того, что вы работаете. Давайте посмотрим еще пару карт, какие перемены вас ждут в работе в ближайшие пару месяцев. Наездник мечей выпал и выпал Паш Пентакли. Вот смотрите, пажей как многовато, да, уже два пажа выпало за один расклад. Можете чему-то начать учиться или получить новый виток в работе, новую должность. То есть явно идет ситуация, когда вы сталкиваетесь с чем-то, что вас окрыляет и радует, а это всегда новое, это всегда интересное что-то, сохватывающее такое. Разберем же детально эти карты. Вот наездник мечей, эта карта здесь как бы вроде дипломатии, да, но все-таки она показывает человека, который умеет крутиться. Вот хочешь жить, умей вертеться. Девиз этой карты. Вы будете на коне, вы будете в работе очень много лавировать, стараться, находить обходные пути, иногда сочетать несочетаемые абсолютно вещи, будьте очень активны. А все потому, что у вас есть интерес к этой работе. Вы верткий, хитрый, яркий человек. И карты говорят о том, что вы будете преуспевать. Совершенно точно. У вас пойдет развитие в работе, вот энтузиазм, такой прям яркий труд, когда человек готов. Вот ему говорят, ты готов пойти сегодня сделать вот это, отчет на 3 километра бумаги? Он говорит, готов, готов, я, конечно, готов. То есть вот именно так. Человек ко всему готов, он старается, и он знает, что он денежки получит. Он знает, что он разными обходными путями будет увеличивать свой доход. Потому что изначально перспектива не показывала, что доход увеличится. А потом вы находите лазейку, потом вы находите, ну так скажем, способ сочетать многие вещи в работе и добавлять свой доход, увеличивать его. Следующая карта у нас выходит Паш Пентаклей, Паш Монет. Эта карта показывает займ, да? Вот вроде как займ. И ты думаешь, ну неужели я кредитов и долгов наберу? Да не обязательно. Просто карта говорит о том, что вы решаете какие-то проблемы на работе. Это все-таки благополучная карта, и она говорит о том, что вы чему-то учитесь, многое узнаете, и встречаете жизнь с улыбкой, оптимизмом, и можете решать свои проблемы финансового характера. Займ не обязательно, что вы берете в долг. Иногда это прощание с вашими долгами. То есть вы зарабатываете по наезднику мечей и расквитаетесь с каким-то долгом или с кредитом. Поэтому перспектива радужная на ближайшие пару месяцев в работе. Дерзайте, у вас все получится. Вот такая вот первая позиция. Перейдем к позиции номер 2. Какие перемены вас ждут в работе в ближайшие пару месяцев? Ух ты, какая красавица! Посмотрите, императрица выпала. Возможно, вы женщина. Вот гадаете, и вторую позицию женщина выбрала. Но тогда вы бизнес-леди или руководитель, или у вас за спиной войска в виде коллектива. Но карта показывает роскошь, богатство. Она может напрямую указывать, что у вас сильные прибавления в доходе будут, да? Либо то, что вы занимаете руководящую должность, правите кем-то, чем-то или имеете свое дело какое-то, где можете зарабатывать и сами себе хозяйка или хозяин. Даже если вы мужчина, у вас идет сильное прибавление в доходе с помощью этой карты. Но все-таки женская энергия в этой карте есть в любом случае, поэтому, может быть, вам будет помогать какая-то женщина, да? Очень хорошие деньги по этой карте. Всегда изобилие идет. Всегда знайте, что если вы вытащили вот карту императрица и смотрите какие-то ближайшие перспективы по работе, то это повышение, улучшение, увеличение дохода 100%. Ну и завоевание трона все-таки, да, может человек активно, агрессивно пробиваться вперед на правящую позицию. То есть менять должность на руководящую конкретно. Она такая тут вот в этой колоде гномов воинственная императрица. У нее есть и топор, и щит. Поэтому здесь напором она берет, нахрапом иногда свое место под солнцем. Но все же живет очень роскошно и ни в чем себе не отказывает. Умеет организовать окружающих. Сама может даже сильно не впахивать, а именно передавать свои какие-то обязанности, полномочия другим, чтобы они справлялись. Тщательно подбирает персонал, да. А давайте смотреть еще парочку карт для вас. Ну, тройка кубков выпала и двойка мечей. У нас давайте разбирать по порядку, да. Тройка кубков сначала рассмотрим. Это карта постоянства. Она показывает, что возможно даже при условиях увеличения дохода и условиях руководящей должности в вашей жизни не сильно меняется позиция в работе или отношение к работе. Возможно, ваша работа останется несколько слишком ответственной или если вы все-таки руководите, то в ней много обязанностей, несмотря на то, что вы организовываете других, да, но обязанности никуда не деваются, то есть вы несете ответственность. Также это рутинная работа, работа, которая долгая. Вот вы, допустим, переходите на новую должность, да, даже если по императрице или увеличиваете свой доход, а потом ровно идете долгое время. То есть долгое время потом ничего не изменится. долгое время придется оставаться на одном каком-то месте. Также карта показывает, что вы очень прочно сидите вообще в жизни на своем каком-то стульчике. И вас с этого стула скинуть практически невозможно. Ну и перейдем к следующей карте. Это двойка мечей злоба. Ну тут дракон поваленный мечом лежит и не зря лежит. это наши внутренние пороки. Кто-то на вас злится, кому-то вы не угодны. Всегда найдется человек, которому вы не нравитесь. Ну так выходит. И в работе ну вы научились как будто бы с этим справляться. Вы стрессоустойчивы. Иногда вас это коробит, иногда вас это обижает может быть, но вы уже привыкли вот как будто бы. и да, пока что в этом плане если и будут перемены, то в несколько худшую сторону. То есть получая вы больше денег, а получать вы будете больше денег, ну и больше получается завистников, больше злодеятелей, всяких злопыхателей, которые вас осуждают, обсуждают и пышут на вас вот этой злобой. да, вы иногда даже лицом очень спокойно воспринимаете этих людей, но внутри иногда дома может быть переживаете. Ну ничего с этим не поделаешь, такова жизнь, как говорится. Ну такая позиция номер два. Некоторых вы бесите. Мы все кого-то когда-то бесим. Даже вот мой канал вроде бы иногда так смотрю на него, кажется мне добрым. А сколько хейтеров, да. Ну перейдем к третьей позиции. Какие перемены у вас в работе в ближайшие пару месяцев? Идет туз мечей, карта силы. Карта означает, что в ближайшие пару месяцев у вас идет достижение чего-то желаемого в работе. Вы буквально ловите какую-то возможность, но также карта четко показывает, что вы на своей работе очень прочно сидите и меч воткнутый в пень стоит здесь прочный вот так же вы очень стойкий прочный человек. Если меняется что-то у вас в работе, то только достижение целей идет и сильное улучшение может быть приход к власти. То есть карта явно показывает исполнение какой-то мечты, желания достижения какого-то может быть компромисса или заключение нового контракта, завершение проекта тоже может быть, которого вы так долго ждали, получение новой должности, основание своего бизнеса тоже может быть. Карта таких возможностей и показывает, да, у вас сила есть, сила в руках у меня, энергия моя, да, вот этот меч. Давайте еще смотреть пару карт. Карта мага выпадает, ну соответственно, соответственно, то есть тут человек очень такой ядреный и карта тускупков. Но эти карты показывают здесь, что вы очень многое можете, все можете и вы мастер своего дела. У вас идет улучшение сильное в плане рабочего положения, даже если вы переходите на новую должность или на новую работу, эта работа в разы круче, чем была и опять же вы занимаете очень в жизни прочное положение. Карты говорят, что вас ценят в ближайшие пару месяцев как сотрудника, как работника или как начальника, основателя бизнеса. И вы пожинаете свои плоды, то есть получаете удовольствие от работы и соответственно большие деньги, сильное увеличение дохода. Карты вам пророчат и говорят о том, что вы растете и только приумножаете все вокруг себя, уважаемый человек, хороший человек, неважно мужчина вы или женщина, люди окружающие вас ценят, уважают. Даже если кто-то злится, этот человек даже не высказать, не как-то выразить этого не может сейчас на данный момент, пока что показывается очень такой благоприятный фон. Вот такая позиция номер три. Позиция номер четыре перемены в вашей работе в ближайшие пару месяцев. А вообще вышла карта тут же злов работа. Кто-то найдет работу очень хорошую, которая нравится, которая мечта, вот ваша мечта. Мечтал работать человек и нашел хорошую работу. Но также эта карта может показывать и другие вещи. Например, свое детище, свой взращенный бизнес, основание своего бизнеса, творческая работа, когда человек буквально окунулся в творческую профессию, сам на себя работает, старается, там, не знаю, картины пишет, или что-то делает руками, или поет, или что-то творчеством свою прекрасную идею, и она растет, она процветает, а вам при этом предстоит много поработать, но вам дают какую-то свободу в реализации этого проекта, или свободу действий в работе, то есть вам доверяет руководство, доверяет ваше начальство, да, в принципе это счастливая карта для работы, она говорит о том, что вы будете очень собой довольны и окружающей действительностью, давайте смотреть еще пару карт для вас, четверка жезлов, подготовка и карта смерть, ну вот подготовка заканчивается, да, то есть мы прощаемся здесь с какой-то подготовкой, четверка жезлов, она говорит о том, что вы долгое время могли чему-то готовиться, что-то продвигать, куда-то стараться перейти, прийти, чего-то начать или найти работу, и вот эта ситуация по карте смерть заканчивается в вашей жизни, как какой-то может быть даже длительный этап, также вы очень долгое время могли не найти себя, могли не мочь найти себя, вот так русский язык, да, в моей голове сложился, в какие-то схемы, и получается так, что находите и наконец себя реализуете, перемены здесь глобальные, на самом деле, по четвертой позиции, они говорят о том, что ваша жизнь очень сильно меняется в связи с вашей самореализацией, вы можете даже поменять профессию, но именно такую, где вам вас душа будет петь от работы, хоть и много будет работы, да, но вы очень будете радоваться этому, ну, вот такая вот четвертая позиция, позиция номер пять, какие перемены вас ждут в работе в ближайшие пару месяцев, а вот здесь вышла двойка кубков, достижения, ну, карта показывает изобилие, то, что вы можете получить награду, премию, или очень сильное прибавление к жалованию, также карта может показывать даже и отдых, и отпуск, но хорошо профинансированный работодателем, то есть, когда даны большие отпускные или какие-то серьезные, да, ну, по сумме, как вам казаться будет, сумма у меня хорошая, вот, если все-таки работать вы планируете в ближайшие пару месяцев, а не отдыхать, карта говорит о том, что вас будут прям хвалить, награждать, и говорить, какой вы заслуженный, приятный, хороший сотрудник, человек там, как вы много сделали, даже если вы на себя работаете, вас будут хвалить люди, которые пользуются вашими какими-то услугами, карта также может показывать очень эффективное партнерство, в котором люди достигают больших результатов, иногда просто колоссальных, давайте посмотрим еще пару карт для вас, вышла тройка мечей, карта милосердия в этой колоде, и семерка кубков, карта аргументов, разберем сначала карту тройку мечей милосердия, она говорит иногда о том, что вы можете заниматься в ближайшие пару месяцев благотворительностью, тогда будет на что, учитывая карту достижений, благотворительность всегда у человека рождается в голове, только тогда, когда у него есть финансовое изобилие, но также эта карта может означать, что это вам что-то кто-то даст с барского плеча, какой-то большой кусок или помощь, или материальную помощь, поддержку, в принципе, эта карта со всех сторон неплохая, она всегда показывает человеколюбие, показывает, что в нашем обществе не все такие уж снобы, да, и могут проявлять друг другу человечность, а перейдем к карте семерка кубков, она показывает, что, ну, вы можете убедить кого угодно, в чем угодно, и, возможно, в ближайшие пару месяцев вам придется выступать перед кем-то, защищать проекты или что-то рассказывать, также карта всегда говорит о том, что у вас есть какая-то четкая позиция на своей работе или в своей профессии, которую вы будете отстаивать, но она показывает и талант человека, да, который приводит аргументы, она показывает, что люди будут вас уважать, ценить и рассматривать вашу точку зрения как какую-то серьезную, ну, вот такая вот была пятая позиция, и шестая позиция, какие перемены вас ждут в работе в ближайшие пару месяцев, у нас вышла карта королева мечей, она всегда показывает, что вас будут ценить как очень надежного сотрудника, но есть люди, которые все-все-все в работе предусматривают, да, так же, как она вся закуталась, оделась правильно, для того, чтобы всегда быть готовой ко всему, так же, вы всегда готовы ко всему в работе, то есть, за это вас и ценят, и будут ценить всегда, но так же, карта показывает женщину, которая может в работе рядом с вами быть такой, ну, тогда вы черпаете у нее мудрость, талант, советуетесь с ней, как с очень надежным сотрудником, конечно, больше всего эта карта показывает ваши качества характера, такие, как надежность, профессионализм и очень устаканенные такие понятия, догмы, когда людям есть чему у вас поучиться, они вас за это очень ценят, вот, давайте посмотрим еще парочку карт для вас, какие перемены вас ждут в работе, тройка жезлов, тревога, забота вышла, и дьявол, ух ты, какой он тут, рога у него ветвистые, ой, как, витые такие, витые, да, крученые, ну, тройка жезлов, показывающая тревоги и заботы, она говорит о том, что вы будете очень много работать и брать на себя обязанностей, особенно, вот, если вы по королею мечей таким являетесь сотрудником, да, профессионалом, вот, карта-то и показывает, что много на вас взваливается всяких обязанностей в ближайшие пару месяцев, и вам придется много-много этих обязанностей на себе тащить, есть другой вариант, что рядом с вами будет женщина, вот такая профессионалка, да, которая вас этими обязанностями будет грузить, все наваливая, наваливая на вас, все больше, 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 ну, тогда по дьяволу вы с ней все-таки поругаетесь, да, если же это вы такой человек, профессионал, который на себя столько взваливает и собирается это все на себе тащить, то дьявол показывает очень хорошие перспективы и очень большую за это награду, то есть вам заплатят даже сверх меры по этой карте, это огромные деньги, это когда всего очень много, дьявол, он искушает, поэтому человек работает, 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 берет на себя кучу обязанностей, не знаю, там, на трех должностях, на трех работах работает, везде работает, днем и ночью, но получает он настолько много, что у него это все дело окупается, и дьявол говорит о том, что было ради чего стараться, может быть у вас двойной конверт будет на работе или в бизнесе, и вы в одном получите достойную зарплату, а во втором огромную прибавку, и было значит из-за чего так себя нагружать и утруждать, ну вот такие у нас были шесть позиций, всем спасибо за внимание, жду ваших комментариев по данному видео, приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии и до новых встреч!